Ну что же, приветствую всех братья. Сауль Канело Альварес против Калиба Планта. Ну а перед началом данного ролика давайте договоримся. Если этот ролик набирает, ну скажем так, символически 500 просмотров, активность в виде лайков, комментариев, то прогнозы на бокс будут гораздо чаще. Вот, Сауль Канело Альварес, мы его, наверное, все прекрасно знаем, о нем много говорить не надо. Последний поединок с Билли Джо Сондерсом, да, действительно, Альварес удивил. Перед этим с Халмом Смитом можно отмечать два поединка с Геннадием Головкиным, хотя кто-то говорит, что и спорный. Ну, первый поединок точно был спорным, и я согласен с этим мнением. Кали Плант. Я очень долго думал, прежде чем давать прогноз на данный поединок, просмотрев много боев с Каллом Плантом. Да, конечно же, его оппозиция кардинально отличается от оппозиции Сауля Канело Альвареса. И с таким бойцом и близко, конечно же, он не встречался. Но что мне действительно понравилось? Понравилось мне то, что Кали Плант очень хорош на ногах. Действительно, он очень хорошо работает на ногах, передвигается. Его защитные действия мне понравились. Да, он не имеет какого-то жесткого, одного нокаутирующего удара. Но вот эта вот защита, защита, защитные действия у Сауля Альвареса всегда были проблемы. Вот, с тем же Флойдом Майвезером, вот, что хочется отметить. Ну, конечно же, Кали Плант это далеко не Флойд Майвезер, но его защитные действия находятся на действительно хорошем уровне. И еще хочется отметить такой момент, как в подготовке незначительно ему помогал Андре Уорт. Ну, тоже, скажем так, мастер защитных действий, да. Вот, и так действительно, долго думая, ну, держак там, можно сказать, непроверенный, но бойца всегда выделяет, что это его защитные действия, насколько хорошо он умеет защищаться, да, его уклоны головой, в первую очередь, его работа ног. И я пришел к такому выводу, что мне кажется, что у Альвареса будут возникать некоторые проблемы. Это не значит, что он там, бой будет примерно близким. Но Кали Плант не так прост, как кажется на первый взгляд, вот, что я хочу сказать. И действительно, долго размышляя, я пришел к выводу, что данный поединок, по моему мнению, должен затягиваться. Если говорить в плане ставок, я думаю, что тотал более 7,5 раундов за 1,5. Это неплохой вариант на данный поединок. То, что я думаю, первую половину однозначно поединок продлится. Вот, и только со второй половины действительно может у Канело что-то будет наклевываться, появляться шансы для каких-то опасных моментов. Пока Кали Плант будет свеж, да, я думаю, что легко так все и гладко, скажем так, как с Билли Джо Сондерсом не будет слаживаться у, скажем так, Альвареса. И что касательно рискованных ставок, я предположу, что данный поединок может пройти полную дистанцию за коэффициент 2,6. Вот, это для рискованных экспрессов уже, если что, да. Ну, мне кажется, что Кали Бу Плант по силам выдержать даже 12 раундов с Канело. Вот, и последняя ставка это Канело решением судей за 3,2. Я думаю, это неплохие варианты для рискованных экспрессов. Ну, и так, в целом, по поединку у меня все. Делитесь своим мнением, и сегодня буду также давать прогнозы на UFC 268. А кто смотрит впервые, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это очень важно для развития канала. У меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok